Добро пожаловать на семинар разумного человечества и сегодня у нас лекция по теме семинара от чего начнем у нас три темы заявлено нас три темы заявлено сегодня начнем первую тему человек и большой космос человек и большой космос что такое есть человек разумный высшему понимания этого слова что есть такой разумный космос эта тема кажется на первый взгляд очень философской и как будто бы даже немножко от уравна от действительности но на самом деле лично я так не считаю и у меня на это есть основание поскольку как говорят многие учения говорят многие традиции наше настоящее наше будущее зависит от того куда текут наши мысли и какие планы мы строим если человек начинает думать о каких-то более высших понятиях и складывать это какие-то серьезные ресурсы это будущее начинает осуществляться если оно фантастическое если оно сложное на это хоть какое-то время и возможно эти планы реализуют не сам человек уже в большей степени например его дети его внуки или правнуки но это будущее которые рано или поздно реализуются если такие планы не ставится то человек живет в общем то на одном приблизительном уровне общество в лучшем случае меняется в техногенном порядке то есть как таковой рост не идет что такое человек разумный это очень важное понятие для человека поскольку если человек понимает что такое есть разумность опираясь на этого понятия можно решать многие вопросы у нас была такая хорошая запись о законах вселенной подобные записи например давались еще видистами эти понятия законы вселенной также хороши если у человека есть разумность он умеет их правильно трактовать то опираясь на эти законы он может находить решение из всех таких ситуаций практически в жизни то есть имея собственное аппарат осмысления аппарат мышления имея какие то базовые ориентировочные точки то есть человек находит решение любой новой ситуации в которой он который он не имеет непосредственного знания человек разумный это человек который прежде чем что то сделать вкладывает в это какой то высший смысл очень хорошо говорил в одной из лекций филолога видиста и он говорил что человек разумный а слова ум и ра то есть ум ведущий к высшей форме ну ра в славянской традиции это бог солнца то есть то божество которое курирует наполняет энергию в частности нашу планету то есть наше сознание направляется кверх каким то понятием которое по порядку по своей энергетике по своему смыслу высший тоньший который поднимает нас от земного к чему то более тонкому то есть фактически мы пытаемся наше земное вложить какие то более высокие понятия которые делают нас из человека животного в человека разумного что такое человек разумный по сути это человек который прежде чем что то сделать вкладывает свои действия осмысливает то что он делает то есть он вкладывает какое то высшее понимание можно взять для примера любую профессию либо любое дело ну например человеку нужно питаться и прежде чем что то есть человек разумный задает себе вопрос как мне нужно питаться и что я буду в это вкладывать есть высший смысл что например еда не должна приносить разрушение окружающему миру не должна приносить проблем природе не должна приносить проблему человеку то есть не должно быть какой-то формы проявления зла еда должна быть максимально естественной человек разумный ставит перед собой задачу чтобы чтобы еда которую он съедал в первую очередь не разрушал окружающий мир ставится вторая задача чтобы эта еда наполняла его энергией и позволяла то что есть у человека выводить на какой-то более новый источник энергии но некое новое высшее качество то есть человек утоньшаться что такое утоньшаться это научиться смотреть на вещи с больших с большего количества сторон и видеть более глубоко более тонко природу того что происходит если это касается еды человек например думает как бы мне питаться так что питаться меньше чтобы эта еда приносила мне больше энергии чтобы эта еда мне приносила радость чтобы это еду было легко выращивать чтобы производство на производство этой еды не тратилось значит ну большое количество ресурсов чтобы эта еда подходила всем людям чтобы эта еда соответствовала всем потребностям организма ну и может быть потенциально эта еда позволяла человеку что-то понять и переосмыслить например если человек питается какой-то очень предположим правильно сделанной едой в эту еду вложена какая-то энергия информация например в каждом фрукте есть программа которая природа в него вложила предположим возьмем вишню есть вишни, есть минеральные сахара и определенный витамин эти минеральные сахара и определенные витамины вызывают на уровне психи в человека определенные эмоции и определенное настроение Эти эмоции и это настроение вызывают в человеке определенные желания и стремления. Если человек, например, ест не черешню, например, не вишню, а, например, ест мясо, то есть мясо тоже, она наполнена определенной энергией, является частью, то есть когда-то бывшего животного. По факту это кусочек трупа. То есть если человек съедает этот кусочек трупа каким-либо способом выработанный, он получает ту программу, которая была на этом мясе. То есть к чему будет вести его съеденное мясо, то есть какая программа ляжет на его биопылевые структуры. Человек, который стремится к разумности, будет выбирать то, что он ест. Есть такое понятие, как так называемая реальность. То есть в данный момент в городе Москва сложно купить хорошую черешню, например. И человек разумный, прежде чем готовить себе еду, например, на обед, на завтрак или на ужин, думает, чтобы мне съесть такого, чтобы у меня на это хватало ресурсов, чтобы еда работала мне на пользу, ну и чтобы я не потратил на это слишком много денег. Человек разумный задает определенное количество вопросов, но главный вопрос, который задает человек, это еда будет работать мне на пользу, либо это еда, это способ избавиться от голода. Либо он задает вопрос, как с помощью еды, например, позабавиться. Например, люди едят какие-то вкусные вещи, вот приходят в кондитерскую и покупают какой-то торт. В этот торт положены какие-то сливки, какие-то несовместимые продукты, катерванты, загустители, какой-нибудь гельтонат натрия. Еда может быть по вкусовым характеристикам для него вкусная. То есть человек удовлетворяет свои желания. Человек, удовлетворяющий свои желания, не является человеком разумным. Человек может использовать свои желания для развития, но его желание в данном случае для него это... Площадь для исследований. Исследований себя, исследований реакции организма, исследований того, куда, например, могут привести желания и что они могут построить. Например, у каждого из вас есть желание жить лучше, есть желание быть счастливым, есть желание быть талантливым. И разумный человек изучает свои желания, изучает реакцию при использовании этих желаний. Мудрый человек покупает, готовит такую еду, которая развивает в нем, если желание, например, желание есть, то позитивное желание. Человек, например, кушающий любую, употребляющий любую еду, связанную с убийством, будет испытывать определенные желания. И эти желания будут желанием хищника. То есть то, что мы едим, мы в то превращаемся. Есть такое понятие в мистике, то есть о чем мы думаем, в то мы себя и превращаем. Куда текут наши мысли, туда течет наша энергия. У нас был ченнелинг, вот Елена спрашивала своего ангела про какой-то вопрос. Вопрос достаточно сложный, по-моему, это именно с Еленой было. И чтобы раскрыть этот вопрос, ангел приводил примеры. И как-то он сказал, что вот куда текут твои мысли, туда течет твоя энергия. То есть если понять смысл сказанных слов, можно понять, что делать. Человек разумный вкладывает в понятие еды все то, чтобы его разумность стала еще больше. Чтобы все, что связано с едой, приподнимало ее над действительностью и расширяло диапазон его возможностей. Человек разумный – это человек, который заботится о том, что все, что он имеет, преобразовывалось к большему. То есть он берет ум божества, а задача любого божества – это осуществлять основной замысел творца. Это развитие, то есть преобразовывать имеющуюся материю. В эту материю вкладывается энергия в какую-то более высокую, более тонкую форму. То есть обрабатывая полумлучаемые ресурсы, преобразуя в какое-то более тонкое качество. То есть ум разумного человека стремится из всего, что к нему придет, превратить в более тонкую, более совершенную форму. Есть такое понятие в физике и в химии – это преобразование количества в качество. Разумный человек преобразовывает количество в качество. Количество может быть получаемой информацией, количество может быть съедаемой еда, количество может быть получаемый опыт. Прежде всего, человек разумный – это человек, превращающий количество в качество. Я вспомнила, извини, что говорил ангел. Тогда он сказал, что съешь мясо страуса, будешь такой же быстрый и такой же тупой, как страус. И еще привел какой-то пример, я просто про страуса запомнила, потому что смешно. То есть мы говорили о мясе, и можно стать быстрым, как страус, и таким же тупым. То есть все качества носителя вы приобретаете для себя? Ну, какие-то качества. Все качества, конечно, приобрести нельзя, потому что все качества не находятся в структуре мяса животного. Они являются еще частью того опыта, который обладает страус. Но все, что есть в этом страусе, частично переходит в человек или животных, которые он съедает. В частности, например, у животных, хищных, у них таких проблем нет. Но его задача, хищного животного, она тоже на уровне природы другая. Человек не является хищным животным, и поэтому ему убойная пища является, в общем-то, для него убойная пища считается опасным. То есть, едая страуса, он превращается в хищника и получает те качества от страуса, ну, какие-то части качества от страуса, которым обладает сам страус, и опираясь на который он пытается жить. Но если человек будет опираться на качество страуса, он также будет превращаться в страуса и проживать карму, жизнь страуса. То есть, он будет преобразовывать свою природу в природу страуса, то есть, опускаться в своем развитии на уровень. Человек и человек разумный, и человек большой космос. Я специально намеренно связал эти два понятия, потому что для человека разумного большой космос будет открывать свои двери. Так построено в природе, что это известный закон, наверное, многие из вас его слышали, что в большом космосе подобное притягивает подобное. Это, конечно, происходит и на Земле, но в своих размерах. На уровне космоса это понятие означает, что все существа, обладающие высоким сознанием, постоянно сливаются, сливают свой опыт воедино, чтобы получить более высокую форму. Соответственно, чтобы этот опыт сливать, тот, кто может сливаться в этом опыте, должен быть по уровню сознания, по уровню разумности и приблизительно на одном уровне. Человек и большой космос – это означает, что разумный человек может выходить за пределы своей планеты и соединяться в своих знаниях, черпать эти знания в цивилизациях, планетарных системах, где какой-то сокровенный, более глубокий опыт уже отработан. Ну, например, как научиться жить на планете, не используя электричество и быть счастливым. Как лечиться, не используя никакие химические лекарства и, например, не используя ресурсы, которые, например, опасно брать из природы. Например, в тибетской медицине есть яды, с помощью которых людей лечат. Например, брать технологии из лечения, для которых не нужно использовать яды, потому что использование ядов – это тоже крайняя форма. В большом космосе есть знания, которые позволяют человеку видеть не только как можно жить выгоднее, но и как можно жить по принципиально другим законам. Где не существует, например, страданий, где не существует у человека потребности что-то вокруг себя уничтожать. Вот мы сейчас живем в каменном доме, да, и чтобы построить этот каменный дом, мы должны что-то забрать из природы. То есть мы должны вырубить деревья, мы должны высушить где-то, предположим, озеро, мы должны раскопать землю, вытащить откуда-то какие-то минералы, чтобы приготовить бетон, мы должны откачать из земли, предположим, металл, чтобы сделать крышу, чтобы горели наши светильники. Мы сейчас вынуждены, предположим, запускать ядерные электростанции, либо перегораживать реги, чтобы получить гидроэлектростанцию. То есть мы вынуждены в чем-то разрушать природу. Разумный космос говорит, как сообщества в разумном космосе, они живут миллионы лет и имеют технологии и возможности, не разрушая природу, жить в гармонии с ней. Есть такая информация, она пришла из кришнаизма. В кришнаизме есть такое понимание, есть такие планеты, которые называют Вайкунта, где разумные существа, в частности люди, живут по несколько сотен тысяч лет, не болеют, не страдают. И надо понимать, что эти люди не болеют и не страдают, потому что они живут особым образом. То есть их разумность выражается через какие-то формы общения с природой, общения с себе подобными и формирование своей жизни через какие-то принципы. Большой космос – это означает, что вокруг нас существует, предположим, какое-то количество миллиардов, миллиард планет. То есть планеты, где люди дошли до такого уровня, где они не разрушают вокруг себя пространство. И люди на каждой планете обладают своей базой полученного опыта. А теперь представьте, что на миллиардах планет есть миллиард разных технологий, которые уже отработаны, и наверняка на каждой планете что-то свое. Разумные существа, понимая, что, чтобы развиваться успешнее, они обмениваются этим опытом. Вот и представьте, что мы сейчас вместе соединим опыт, ну пусть даже тысячи планет. Вот у нас сейчас техногенные есть опыты. А представьте, что есть тысячи планет, где люди научились жить счастливо без техногенного опыта. Плюс они этот опыт еще объединяют вместе. Объединяют вместе и используют. То есть какой можно сделать скачок в развитии отдельно взятой планеты, если этот опыт использовать? И что, например, чем должно было, какими качествами должен обладать представитель этой планеты, чтобы им можно было дать этот опыт? Вот здесь у нас знания о ядерной энергии. И полученная наша ядерная энергия дала нам ядерные электростанции. Но полученные знания дали нам и ядерные катастрофы, дали нам и ядерное оружие. То есть и это ядерное оружие, оно при применении делает мир на грани выживания. То есть технологии, которые мы сейчас используем, это технологии, которые позволяют миру жить на грани. Если человек немножко с этими технологиями начинает пользоваться неосторожно, начинается кризис. Человек и большой космос говорят о том, что если человек в своих планах строит какие-то цели, они могут касаться фантастическими. И понятие «человек разумный» может со стороны казаться мистификацией. Но если мы строим планы, в которых мы говорим о вещах, действительно по-настоящему разумные, пусть даже фантастическими, мы выстраиваем программу, в которой начинаем стремиться. Закладывается программа, которая рано или поздно приведет нас к такой точке, что мы однажды выйдем за пределы нашей планеты и нас примут в сообщество. Каким должен быть человек разумный, чтобы нас в это сообщество приняли? Я написал, в частности, высшим пониманием этого слова, потому что понятие «разумность» может опираться на банальные человеческие понимания. Человек говорит, что это разумно или неразумно. Неразумно, например, заливать в машину, в обычную, вместо бензина, солярку, если она работает на бензине. И неразумно кормить, например, собаку черный крой. Кто-то говорит, что это разумно. На самом деле это не разумность, а это, если говорить простым языком, это в упрощенной форме применение правильного человеческого понимания к низкой форме жизни. Человек разумный, когда ставит какую-то задачу, он заботится не о выгодности, он заботится не о эффектности происходящего, он заботится о том, что все, что он сделает, выведет на какой-то его новый уровень. Мы говорили про еду, в частности. Когда человек что-то съедает, он спрашивает себя, съеденная еда, куда меня приведет? Куда меня приведет съеденный салат с грецкими орехами? Куда меня приведет съеденный кусок мяса? Куда меня приведет, предположим, сваренный борщ? Человек разумный, каждое свое действие куда-то направляет. Если мы ставим себе действительно серьезные философские задачи, рано или поздно эти задачи начинают работать. Если мы эти задачи начинаем укладывать ребенку с самого детства и описываем его мировоззрение как высшие формы, они закладываются по сознанию ребенка. И всю жизнь человек подсознательно будет стремиться изменить мир в какой-то более высокой совершенной форме. Зачастую, например, дети фантазируют и рассказывают какие-то сказки, например, как человек должен жить, что такое хорошо, что такое плохо. Но дети также в своих фантазиях опираются на те философские разумные формы, которые в них кладывают родители. Если этот вектор изначально поставлен правильно, то ребенок, опираясь на эту форму, однажды построит на том месте, где должен построить что-то волшебное. Истинное достойное место человека в большом космосе. Почему я говорю про достойное место? Например, вы знаете, что в настоящее время только в нашей галактике существует несколько, полнодесятка тысяч планет, то есть на которых возможна жизнь. То есть она не просто возможна, все условия по мнению наших ученых соответствуют достаточно для того, чтобы жить. Тем не менее, ни один из наших астрономов не нашел ни одну эту планету. Ни одно существо с этих планет не прилетело к нам и не принесло нам ничего. То есть как бы вот это со стороны кажется странным. То есть космос вроде бы разумный, да, и мы вроде бы не идиоты, да, но почему-то они к нам не летят. Вопрос состоит в том, что сейчас теперешнее место, достойное место нашей планеты, нашей цивилизации, только находится в тех пределах, что нас оставить самим себе и дать вам возможность пережить тот опыт и посмотреть, чему приводит то, что мы делаем. Каково же настоящее достойное место нашей цивилизации? А наше достойное место нашей планете в том, что весь полученный духовный опыт мы можем взять и предложить любой планете. Мы можем сказать, мы научились выращивать топинамбур, который продлевает жизнь и поделиться этим опытом с какой-то цивилизацией. Мы научились жить, выживать даже тогда, когда, например, на планете чего-то не хватает и оставаться при этом счастливыми. Мы научились строить гармоничные, красивые дома, которые позволяют нам не просто существовать в каком-то месте, а через созданное, скажем так, жилище приближаться еще больше к сути самой природы. То есть что-то, что мы получили, мы можем как подарок кому-то предложить. Достойное место Земли – это тогда, когда каждая планета, каждая цивилизация хочет и готова к нам что-то принести. И как только у нашей цивилизации появляется какая-то, например, потребность, мы можем выйти в большой космос и спросить, братья по разуму, братья по роду, что бы могли бы сделать, чтобы жить лучше. То есть и на наш призыв всегда придет кто-то, у кого это есть. Наше достойное место в космосе тогда, когда нас будут слушать, когда нас будут видеть и когда, например, в космосе происходит какое-то важное событие. Ну, я так немножко, может быть, вам небольшой секрет раскрою, что в определенной промежутке времени цивилизации более низкого уровня развития приходит какое-то существо более тонкого плана. Это как называемый курьер. Он проверяет, что происходит в этой ситуации, но он, в принципе, так видит. И спрашивает, что для вас можно сделать, что бы вы хотели, что бы для вас сделали, чтобы ваше развитие шло быстрее. То есть когда существа находятся на определенном уровне развития, им делают определенные подарки. То есть есть определенный цикл, есть такое правило. То есть как бы учитель время от времени приходит к ученику и спрашивает, что ты хочешь, чтобы твое развитие шло. То есть человек сам делает свой выбор. И более высокие развитые цивилизации приходят и спрашивают, какой вы хотите получить подарок. На уровне технологий, на уровне знаний, на уровне использования опыта, на уровне общения и резонанса с природой. И что-то может даваться. Например, технология, например, использования энергии звезд без использования, например, каких-то дорогостоящих коммуникаций, например. Или технологии лечения и продления жизни. То есть в большом космосе через определенные промежутки времени в содружество галактическое приходит существо тонкого плана открыто. То есть в некоторых сказках есть такие явления, когда вдруг появляется какой-то свет, да, и волшебные божества приходят, что-то там говорят. На самом деле это не сказка, и она основана на реальных событиях. В большом космосе есть специальные места, ну, их приблизительно называют храмами, и на некоторых планетах они по определенным способам строятся. Люди, которые занимаются строительством с храмом, знают, что храмы разделяются на несколько разных типов. И есть специальные типы храма, куда прилетают божества, которые приносят какой-то специальный опыт цивилизации. Конечно, это происходит в известной степени запланированно, и в каждой развитой цивилизации есть патриарх, который отвечает за, в целом, подположим, за планету, и это в известной степени согласовывается. То есть в течение какого-то времени приходит какое-то более высокоразвитое существо и предлагает какой-то особый опыт. Чтобы мы имели возможность выйти за пределы планеты и могли попросить, например, у высширазвитых цивилизаций что-то такое. Это настоящее достойное место. В этом достойном месте у каждой цивилизации есть так называемое право голоса. Право голоса, например, может предусматривать, позвать какое-то более высокоразвитое существо, чтобы оно принесло какой-то новый толчок развития. Например, я так немножко сфантазирую, чтобы, например, в право на цивилизации пришло божество и выдало новую форму получения духовного опыта. То есть эти ситуации и так происходят на Земле. Но когда существа развиваются и живут по разумным законам, они имеют право позвать эти существа, и божества иногда приходят. То есть мы сейчас на планете Земля позвать их не можем. То есть мы как разумное сообщество, то есть мы не соответствуем уровню. То есть наше место во Вселенной достойное это сидеть и ждать, пока нам дадут. Наше разумное место, когда мы можем построить храм, есть такое понятие природные зафракталы. То есть оно не случайно придумано в природе. Это когда в центре, например, леса, условно говоря, ставится какой-то сильный энергетический, мощный объект, и вокруг него по определенной структуре, по определенным, правилам строится вокруг сооружения. То есть самое крупное, самое мощное, там, предположим, четыре по углам, пять по углам, в природе есть свои циклы. Вы можете посмотреть в интернете, узнать, что такое фракталы. По этому же принципу во Вселенной на определенных планетах строятся специальные храмы. Когда ваше место цивилизации приходит до высокого уровня, то есть на вашей планете могут построить такой храм. Это храм признак того, что высокоразвитые цивилизации уважают у вас как разумное сообщество. Достойное место Земли — это возможность размещения подобного храна на планете Земля. Кто-то, может, из вас знает, что Земля по своим определенным характеристикам является в степени уникальным местом. Но несмотря на то, что она является уникальным местом, мы сейчас попали... Ну, долгое время были... Планета была на территории пекельного мира, то есть паразитического, и наши цивилизации не могли летать на нашу планету. Но если бы мы удержали бы наше сознание на нужном уровне, подобный храм можно было сохранить. То есть если бы этот храм был сохранен, то периодически бы на Землю приходили существа высокого плана, в открытую, и давали необходимые бы технологии, чтобы приходящее извне зло не могло ничего разрушить. Достойное место — это тогда, когда Земля является полноценной точкой и может претендовать на строительство, например, такого плана, когда центральная точка фрактала находится, например, на самой планете Земля. В разумном космосе также есть такое правило, что если ты на что-то претендуешь, ты должен своей жизнью, скажем так, средой, которую ты формируешь, своими мыслями, своей энергетикой соответствовать твоему запросу. Если ты не вышел на определенный уровень развития, ты не имеешь права, например, обращаться к богам. Есть какой-то посредник, который соответствует уровню развития. Ты приходишь к нему и спрашиваешь, то есть мне нужно вот это, вот это, вот это. Он смотрит, имеешь ли право, скажем, есть ли смысл для тебя это просить. Вот в христианстве есть такое типа название, что просить и вам дадут. То есть это в этом числе в виде, это как бы вранье. Вы имеете право просить только тогда, когда вы соответствуете по своему уровню развития, по мировоззрению этому запросу. То есть, например, если я попрошу себе звездолёт. Ну, звездолёт это технологическое какое-то устройство. Вы можете попросить для себя, например, что-то, что не соответствует по вашему уровню осознанности. Что, например, в ваших руках, например, будет опасно потенциально для экологии планеты. Что будет опасно в ваших руках для того, чтобы разрушить Солнечную систему, например. Или это будет опасно для других галактик. Или какой-то опыт, например, чтобы получить какие-то психические знания, например, чтобы управлять природными явлениями. То есть, в принципе, и так многие люди раньше на Земле это умели, но есть технологии, которые позволяют делать. Технологии, например, как можно воевать, не используя никакие материальные оружия. И есть серьёзные технологии. Если человек не находится на определённом уровне развития, он не имеет права это просить. То есть, по правилам космической этики то есть, просить может тот, кто соответствует определённому уровню создания и по своим характеристикам может это подтвердить по своим поступкам, по своему биопылевым характеристикам. Он соответствует, его можно протестировать. То есть, в космосе каждый человек, он в большом космосе, на тонком плане, каждый человек, если вы смотрите, вот, когда смотрите на человека, вы видите кусочек физического тела. Человек, видящий, может увидеть там ауру, какое-то священие. Смотря тепловое оборудование, вы можете увидеть вокруг человека какое-то тепловое поле. Существует более тонкого уровня развития, видит свечение. И чем ваша душа более развита, тем это свечение. Свечение более сильное и более красивое. То есть, если этого свечения мало и оно слабое, то ваши полномочия, они соответствуют в этих пределах. В этих пределах ваше достойное место использовать, например, только те ресурсы, которые лишат Земли. Использовать только, например, энергию, которая идет от Солнца. То есть, вы можете просить, например, вы можете попросить, например, какие-то материнские галактики, где цивилизация находится на более высоком уровне развития, о помощи. Но эта помощь, опять же, будет рассчитываться, исходя из вашей разумности. Наше достойное место, чтобы, выходя в космическое сообщество, что, например, какой-нибудь галактический совет, например, сказать, что мы хотим с завтрашнего дня перейти на новый источник энергии. И с завтрашнего дня нам привезут специальное оборудование, что мы больше не будем строить гидроэкстростанции, мы больше не будем строить атомных станций, мы больше не будем протягивать проводов, и мы больше не будем платить за электричество. фраза «фантастическое будущее», она кажется странным. И многие люди говорят, ну, какой смысл говорить про это фантастическое будущее, если у моей машины барахлит карбюратор. Если у меня из-под крана течет ржавая вода, но если мы ставим, планируем свое будущее, касающееся только нашей воды, нашего карбюратора, и не строим этих больших планов, они никогда не реализуются. Суть в том, что если мы хотим жить хорошо, и мы не ставим планы на что-то, что как... В истории лиги есть два направления. Это философия и практика. Например, философия, она дана для того, чтобы простому человеку образно понять смысл каких-то высших понятий. Человек, например, практикующий, например, дзен, он сразу не поймет, о чем говорит дзен. И есть философия, которая вводит его ум, его понимание в какие-то пределы, которые он может переваривать. Когда он, познакомившись с философией, поймет, как бы это для чего, ему начинают задавать какие-то технологии, какое-то более тонкое понимание. Некоторые виды понимания являются прямой передачей опыта и не связаны с какой-то цифровой, буквенной, либо какой-то звуковой информацией. Большая тема, которую мы ведем про разумность и большая тема, которая говорит про фантастические объекты, не является чем-то оторванным от действительности. Эта тема отражает тот факт, что действительность это то, куда мы по-настоящему стремимся. Если мы стремимся решать бытовые проблемы, то рано или поздно однажды мы эти проблемы решим. И решив эти проблемы, мы будем жить спокойно. Из такой понятия, про это рассказывал Шри Робинда в одной из книг. Если бы цель человека было бы достижение благополучия, то мы бы рано или поздно превратились бы в святых медуз и бы бесконечно длительное время находились бы в этом состоянии. Шри Робинда не говорил это просто так, потому что все сказанные им фразы были определенным полученным опытом. То есть духовный опыт, достигая определенных источников энергии, преобразуется в определенную энергоинформацию. И эта энергоинформация, приложенная к какому-то объекту, может описывать будущее, к которому этот объект придет. Если мы думаем о благополучии, то мы достигнем этого благополучия. Если мы ставим перед собой задачи, связанные с разумностью, мы построим на Земле однажды Бога-человечества. Я немного затронул тему, каким надо быть человеку и человечеству, и как построить свою жизнь, чтобы большой космос открыл до него свои двери. Я открыл эту тему, но я хочу в эту тему вложить именно какие-то конкретные, ну, фактически слова. Например, понятия. Например, мы сейчас живем в городах, да, и многие из нас этим не дают вины. Кто-то из нас хочет жить в деревне, кто-то из нас говорит о том, что нужно жить в лесу. Прежние цивилизации, которые жили до нас, сейчас сейчас в славянстве, насколько я знаю, была такая идея, что, например, воины, каста воинов жили в городе, часть волхвов жили в городах, основное население жило вокруг городов, в деревнях. И в этом есть определенный смысл. Когда разумность человека приходит на достаточно высокий уровень, человек стремится жить не рядом с природой, не вокруг природы, а внутри природы. И для того, чтобы жить внутри природы, разумность человека, она строит какие-то фантастические волшебные планы. как человеку жить, чтобы природа стала частью его мира. Например, каждый из вас пытается жить внутри природы. Я могу вам это доказать. У кого из вас в квартире нет цветов? Вообще нет цветов? Есть кто-нибудь такой? Никого нет? Как вы думаете, почему вы это делаете? Потому что вы хотите природу принести внутрь своего жилища. Вы не можете это сделать полностью. Ваш дом построен из пиленого дерева, из бетона, из обожженного кирпича, который не является непосредственно природой. Но теоретически человек разумный может жить в природе. Я не имею в виду, конечно, негров, сидящих на пальме. Я имею в виду непосредственное умение жить человека в природе, чтобы не нужно было приносить природу внутрь своего помещения, внутрь своего жилища. А жилище человека и являлось частью природы. Более того, человек мог это жилище, то есть эту природу, которая есть вокруг него, преобразовать в какое-то еще более высокое качество. Я обещаю, наверное, уже второй или третий год, что напишу книгу, в которой описываю будущее, где этот процесс уже происходит. Книга написана, к сожалению, приблизительно на половину. Я теперь не обещаю, что напишу в этом году, но я стараюсь. То есть я, в частности, в этой книге описываю, как это именно можно сделать. Человек разумный именно стремится стать частью природы. Почему он стремится стать частью природы? Потому что человек и является частью природы. И, например, в отличие от животных, он имеет возможность ту природу, которая есть у него, вводить на принципиально новый уровень. Когда человек живет по принципу разумности, то есть его ум является отражением идей Бога Ра, то есть Бога имеет божественные принципы, он начинает природу преобразовывать по божественным понятиям. Что такое божественные понятия в природе? Догадывается? Догадывается. Знаете, какой коэффициент преобразования, например, усвоения энергии у растений? Никто не знает, да? То есть это самый максимальный, который зависит, около 10%. А после преобразования божественного он может быть 100, а может быть 200. А вот представьте, что вы посадили яблоню, она выросла за 10 минут и за день дала вам 10 килограмм яблок. Вот если в яблоню вкладываются эти энергии, это возможно. Я могу это, скажем так, подтвердить некоторыми законами и некоторыми историями жизни. Кто-нибудь вас слышал про историю Будды? Была такая история, когда Будда проходил мимо какого-то цветущего сада и он захотел есть. Он сел под дерево, дерево зацвело и дало плоды. Хотя было среди сезоннее, а не было ни лето и ни сезон. И это произошло в течение какого-то небольшого времени, пока Будда сидел под деревом. И многие эту историю мистифицируют, но по сути в этой современной мистики просто Будда носил себе частичку божественной энергии. И туда, куда он приносил, он природу преобразовывал по божественным понятиям. То есть вот идея Ра, он носил с собой и вокруг себя все, к чему он прикасался, он преобразовывал. Людей, с которыми он общался, природа, к которой он попадала. То есть дерево, под которое сел Будда, она начинала жить по божественным понятиям. То есть она уже не зависела на 100% от солнца, она не зависела на 100% от воды, она не зависела на 100% ну предположим от каких-то энергетических специальных ресурсов, которые необходимы, чтобы дерево расти и расцветать. Например, от тепла. Например, от минеральных веществ, которые есть в земле, которые ему необходимы, чтобы выживать. Дерево, Будда, севшее под дерево, сделал возможным для дерева реализацию каких-то более высших планов. Есть очень интересная была книга, которую я читал. В книге рассказывалось про мага, который работал с духами природы. Эта история рассказалась о том, как один уже развитый человек он шел обучаться к человеку, который работал с духами природы. Для него было задание. Нужно было взять семечку, посадить ее в землю, договориться с духом природы, чтобы духи природы вырастили это дерево. В течение одной минуты нужно было в горшочке земли прорастить дерево. То есть сажается семечка, поливается, и духи природы за минуту прорачивают до полноценного дерева. То есть это была не мистификация, а это было практическое задание у мага, который работал с духами природы. Никакой мистификации. Но этот человек находился на таком уровне сознания, чтобы духи природы имели право это сделать. То есть взять из определенных источников энергию и прорастить это дерево. Человек, который в состоянии это сделать, он никогда не будет страдать от голода, он никогда не будет насиловать природу. Этот человек сможет решать за секунду такие проблемы, которые не может решить, в течение такого же стелить целый народ. Огромное кладовое знание, технологии бесценного духовного психического опыта, на котором в нашу жизнь может прийти. В принципе, я эту тему более-менее раскрыл. Я лишь хочу сказать, что эти знания непрактичны. Например, у каждого из нас есть дети, и каждый из нас хочет, чтобы дети выросли умными, чтобы они были талантливыми, чтобы они устроились в этом обществе. Мы вынуждены ребенка 10 лет учить, например, в школе. 10 лет ребенок учится, чтобы получить знания физики, химии, предположим, в истории, учить язык. То есть, тратится, ну, если так посчитать, на одного ребенка там тратится сотни тысяч, предположим, долларов, ну, по течению, даже, я думаю, что больше. То есть, огромное количество ресурсов вкладывается, чтобы из ребенка вырастить хотя бы клено общества. Если мы используем технологии, которые уже существуют в разных цивилизациях, для того, чтобы вырастить из ребенка профессионала, она достаточно, предположим, года. За год ребенок становится существом, который способен поддерживать и развивать общество. То есть, он выучит знания, предположим, математики, химии, географии, естествознания, для того, чтобы быть назобным. Есть физиологические особенности ребенка. То есть, и физиологически, например, ребенок не будет выполнять какую-то тяжелую работу. Но знания ребенка будет достаточно, чтобы ребенок вокруг себя настолько преобразовал пространство, что ему не требовалось никакой помощи извне. То есть, ребенок, проходящий, предположим, обучение в течение года, в течение трех лет, становится полноценным кленом общества, несмотря на то, что он не достиг каких-то социальных внешних параметров. И это реально возможно. Об этом, например, говорят некоторые технологии. Раньше считалось, что ребенка нужно учить 10 лет, чтобы он получил знания по основным предметам. Появляется какая-то система образования, например, типа Монтисори, и мы узнаем, что достаточно 4-5. Потом появляются люди, которые, с помощью гипноза, человек может выучить язык за несколько часов. И эти случаи как бы в общем-то реальной жизни. вопрос в том, что если мы не ставим для себя задачи, которые являются, отражают законы и форму восприятия мира богов, то есть верхнего мира, или как называется славянство мира сварги, то мы никогда к этому и не придем. Периодически в мир приходят какие-то патриархи, приходят миссионеры, и которые говорят нам о том, что нужно изменить мир к лучшему. Но никогда ни один из миссионеров не будет нас заставлять это делать. Если мы просто хотим жить хорошо и не хотим ставить для себя этих фантастических планов, философских планов, это никогда не произойдет. Разумное человечество и высшие планы не являются фантазией и не являются нереальными. Они являются той реальностью, которая позволяет нам однажды стать богами. То есть если вы сейчас сидя дома не думаете о том, как вам однажды стать божествами, ни вы, ни скорее всего ваши дети, ни ваши внуки этим не станут в течение очень достаточно длинного времени. Это означает, что каждый человек обязан в своей жизни приносить чего-то божественного. Но приносить божественное нужно прежде всего исходя из своего стремления и своих желаний. То, что мы хотим начинает проявляться по закону космоса. нам дает возможность получить определенный опыт. Если мы хотим жить хорошо, нам дает опыт того, как жить хорошо. Если мы хотим получить опыт, как жить счастливо, нам дает возможность получить опыт, как жить счастливо. Если мы хотим стать однажды богами и жить по другим принципам и обрести божественные качества, нам дает возможность эти качества получить. Если вы не ставите эту задачу себе И каждый, как один из основных налагающих принципов, то вы свою жизнь будете проживать как, ну, если не человек-животное, то человек-механистический. И вы будете вынуждены умереть и продолжить этот цикл в следующей жизни. Я хочу сказать, что у каждого человека должна быть стратегическая задача. И стратегическая задача, она должна иметь внешний философский корни. Я хочу сказать, что философия не оторвана от действительности, а философия выстраивает действительность. Есть такие одни племена, они живут между Пакистаном и Индией, где люди живут там по 120 лет, где женщины могут рожать 65 лет, где не существует болезнь. Эти люди живут просто по другим принципам. Эти принципы такие, что они, например, не едят никакую неестественную пищу, убойную, например. У человека поставлена изначально была задача в обществе, то есть пища не должна находиться ниже определенного уровня. Человек, питающий пищу определенного уровня, будет жить на уровне разумности этой пищи. Если человек стремится обладать качествами познания божественного уровня, то есть и в его жизнь будет приходить подобная информация, она будет приходить через всевозможные ресурсы, и человек будет ее находить вокруг себя, как он выращивает пищу. Я хочу сказать, что то, что вы ставите как основную задачу в своей жизни, будет итогом вашей эволюции. То есть вашу карму вы выстраиваете на уровне философского восприятия мира. Если я, наверное, прошу каждого из вас, у каждого из вас есть желание. Я больше, чем уверен, что у большей части из вас нет высшего понимания того, к чему вы хотите прийти. То есть уровень разумности, то есть понятие высшей формы разумности, у вас он обычно стоит на желании быть хорошим человеком, развиваться и немножко улучшить мир к лучшему. Цель нашей сегодняшней лекции и вообще этого семинара в целом показать, что есть высшая точка приоритета. Эту точку приоритета нужно все время искать, все время переосмысливать и уметь так строить свою жизнь, чтобы все, что вы делали, было стремление к этой точке. Если у вас есть машина, которой нужно заботиться, если у вас есть дети, если у вас есть дом, то это все элементы и механизмы для того, чтобы вы к этому пришли. Если вы ставите свою точку на уровне разума, то все, что вы делаете, все, к чему вы стремитесь, все, через что вы реализуете, будет преследовать этой идеей. То есть ваши дети рано или поздно начнут поддерживать вашу эту идею. Если есть ваша машина, то ваша машина перестает быть средством вашей доставки. Машина становится средством реализации сознания, разумности на уровне Бога Ра. Это кажется фантастическим, это кажется философией. Но если вы начнете жить по этому принципу, вы увидите, как машина перестает быть вещью, и она становится элементом в этой цепочке. Это мистический опыт, но кто из вас пытался когда-нибудь выйти за пределы этой банальности, за пределы немножко при желании, за пределы каких-то бытовых планов, вы увидите, что эти вещи достижимы. Было несколько случаев в моей жизни, когда по определенным причинам, но, видимо, нужно было получить определенный опыт, я ставил себе критические задачи. И мне дали окровенно понять, что если ты ставишься критическую, какую-то важную задачу, то она достижима. Был мой знакомый случай. То есть он был очень бедный, ну он был бедный, ему нужно было попасть в Непал. Потому что попасть в Непал, ему нужно было 600 долларов. И он говорил, он всем говорил своим знакомым, тут было такое время, тяжелое достаточно, ну, криз был, да, что мне нужно как бы денег, где бы их достать, пытался заработать, но это оказалось невозможным. Ну, практически у людей не было деньги, банки ему не давали, но он понимал, что для развития ему нужно было приехать в эту точку и что-то сделать. Ну, за несколько дней до вылета до самолета, который туда был, с компанией, он нашелся в подъезде 600 долларов. Просто 600 долларов в конверте. Именно ровно столько, сколько ему нужно было. Я расскажу про свой собственный опыт, да. У меня в своей жизни было два переживания нирваны, да. И само по себе нирвана это форма восприятия, как бы действительности, внутреннее состояние. Но внутреннее состояние, если оно оторвано от цели, оно превращает человека в эту святую медузу и в этом теряется смысл. Я однажды решил проверить, для чего это нужно. Я говорю, я хочу поставить задачу. Вот я хочу пройти через метатров длиной 5 метров, на котором лежит бревно, которое там толщиной 10 сантиметров. То есть я никогда не был акробатом и никогда это не мог делать. В состоянии нирваны я пошел несколько раз туда-обратно и, в общем-то, я даже не пошатнулся. Мне просто дали показать, мне показали, возможно, это работало не только мой ум, что-то еще. Мне показали, что если вы ставите задачи и вы выходите в своем восприятии за некую критическую точку, то есть вы ставите задачу на уровне божественности, становится все возможным. Был случай тогда, когда в моей жизни была большая опасность. И в тот момент, когда я понял, что эта опасность слезла от того, что я потерял эту точку стремление к какой-то божественной реализации, к высшему божественному смыслу, я сказал, что я готов сделать все, что угодно, чтобы этого бессмысленного опыта нет. И у меня был небольшой тест. Нужно было сделать некоторую странную вещь, так была поставлена ситуация. Так была поставлена ситуация. Я эту ситуацию сделал. И то, что не может рассосаться, я, к сожалению, рассказать не могу, это вещи очень личные, что я хотел сделать, вдруг само исчезло. То есть проблема исчезла сама. То есть окружающие люди, которые должны были что-то сделать, сделать определенные действия, вдруг почему-то вот слились. Часть из них были чиновниками, часть из них были, скажем так, связаны мной по работе. Они просто забыли про это, это как бы исчезло. Мне просто показали, что если ты живешь ради высшего смысла, все остальное будет подстроено под твою задачу. Философия, разумность, наше место в космосе в том, что мы можем построить свое сознание так, чтобы любая поставленная высшая идея стала частью нашей жизни, а не просто философским принципом. С философии начинается движение к переменам. Но без философии, без стремления к божественности все изначально теряет смысл. Наше место в космосе тогда, когда, выходя за пределы планеты, мы видим летящую навстречу на космический корабль соседней цивилизации, где нас спрашивают, чем мы можем вам помочь. Вот это наше место в космосе. По поводу того, что в большом космосе большое количество цивилизаций уже достигли определенных пределов. Есть такие пределы, когда цивилизация может не выполнять никакой механической работы. Есть цивилизации, которые не тратят свое время на производство никаких работ. То есть все, что им нужно для жизни, происходит как бы само. Вот достойное место человека, разумного в космосе, должно прийти к такой точке, что нам не нужно работать, чтобы получить необходимое нам для проживания. То есть это не означает, что мы должны жить в лесу, есть подножный корм. А то, что мы можем жить так и находиться на таком уровне сознания, что для того, чтобы нам жить и получать все необходимое, нам не нужно работать. Когда человек приходит к такой точке развития, на которой не нужно работать, это означает, что боги понимают, что для развития нам не нужно воспитание. То есть нам нужно просто выполнять практику самораскрытия. У нас тема была разделена на три части. Первая часть – «Человек и Большой Космос». И понятие Большого Космоса, оно немножко выходит за понятие пределов цивилизации. То есть оно еще выходит на пределы уровня сознания. То есть уровень сознания человека, уровень сознания ангела, уровень сознания божества. И в каждом уровне сознания есть свой смысл. Почему я про это говорю? Что я обычный человек, каждый из нас проживал какую-то обычную стандартную жизнь. То есть все мы родились, все мы учились в школе, все мы получались образование, все мы стремились завести семью, все мы стремились искать свою любовь в жизни, все мы хотели иметь друзей, все мы хотели переживать счастье. И все это было наделено смыслом. Когда мы получали то, что мы хотели разными способами, мы понимали, что мы не зря работали и что все это наделено смыслом. Со мной, в общем-то, было то же самое, пока я не пережил первое переживание нирваны. Когда пришло это первое переживание, я понял, что все, что мы делаем, это как бы условная работа, чтобы подготовить к нам, к пониманию чего-то более тонкого. Как только человек перестает фиксировать свое внимание, ставить свои задачи, в получении В получении опыта, ради самого опыта, появляется возможность его осознания перейти на более высокую точку. Для того, чтобы выйти на любую более высокую точку, вы должны отказаться от того, что вы имеете. Вы должны сказать себе, что с сегодняшнего, с завтрашнего дня я не хочу больше быть человеком. Я хочу быть англом, я хочу быть Богом. И у вас появится возможность перешагнуть через человеческое. Если вы сможете перешагнуть через человеческое, отказаться от банального, у вас появляется возможность прикоснуться к чему-то божественному. Собака, оставь собаку в покое. Собачка не случайно пришла и не случайно себе вылизывает в некоторое место. Она показывает, что мы в своей жизни занимаемся практически тем же самым. Что делает собака? Она удовлетворяет свои естественные потребности. У нее попа чешется, она ее облизывает. Мы думаем, что мы делаем какие-то более значимые вещи. Но по сути мы делаем то же самое. Только мы не лишим себе попу, а мы занимаемся своей машиной. Мы зарабатываем себе деньги. Мы развлекаемся, чтобы чувствовать себя хорошо. Но по сути мы делаем то же самое. Вот видите, через природу нам это показали. Видите, как собака радостная. Видеологи показывают, что в общем-то все идет в правильном смысле. В смысле нам полизать попу и достаточно для радости. Что все, что мы делаем, по большому счету, это облизывание попы. Оно, конечно, нужно. Но если мы все время будем этим заниматься, то мы по этому кругу и будем. В собаке нет ничего плохого. Она живет простой своей жизнью. Я хочу сказать, что каждый из вас может однажды пережить опыт, который скажет, что все, что вы делаете сейчас, не имеет смысла. Все, что вы имеете сейчас, не имеет смысла. И если как только вы коснетесь точки более высокой, вы поймете, что для того, чтобы жить, для того, чтобы воспитывать детей, для того, чтобы быть сытым, для того, чтобы иметь возможность передвигаться, нам нужно вот столько. Вот собака тоже хочет, собака тоже хочет, и поэтому ее душа однажды переселилась из тела волка в тело собаки. То есть однажды волк пришел к человеку и сказал, что я лишусь права жить на природе, я лишусь части своей свободы. Видите, собака тянется к верху, собака тоже хочет развиваться. Она подстает на задние лапы и она как бы спрашивает, где верхняя точка, к которой я могу прийти. И вот она подходит к тете Лене и говорит, что мне нужно сделать, чтобы я из собаки стала человеком. Раздельное питание, физическая нагрузка, изучение морально-этических норов. Я хочу как бы призвать каждого из вас поверить в тот факт, что как только вы однажды поднимете свое сознание на следующий уровень, то есть то, что кажется сказкой и философией, покажет вам, что все, что имеет смысл, находится на более высокой точке. Как только вы достигаете более точки высокого восприятия, вы можете реализовать все то, что действительно вам нужно. И все, что было у вас прежде, перестает иметь смысл. Если вы захотите, вы можете делать все, что вы делали прежде, но ваши потребности станут минимальными, ваши возможности станут огромными. Вам не понадобится развлечение, вам не понадобится значимое количество еды, вы не будете страдать и вам не понадобится делать бессмысленную работу. Ставьте перед собой задачи, которые делают вас разумными. В вашей жизни должно быть что-то, что говорит о том, что ваша основная цель – достигнуть какой-то качестве божественности. На уровне Бога-человека, на уровне Ангела, на уровне Божества. Это ваша задача. Если вы ставите эту задачу, то если не вы сами, то, по крайней мере, ваши внуки построят на нашей планете такую ситуацию, то, что наше место, истинное наше место в космосе станет таким, что мы станем частью этой системы и мы перестанем быть людьми, потребляющими ресурсы. Если бы мы достигли этого уровня, сейчас мы с вами сидели бы не в этом доме, но мы сидели бы на большой поляне, где было тепло, где бы светило солнце, где нам не нужно было обогрева, где нам не нужно было готовить еду. И для того, чтобы получить эту информацию, нам достаточно было бы молчать. Это первая часть нашей лекции «Человек и большой космос. Совершенное будущее Земли», которая у нас будет завтра и попозже, я раскрою побольше. Возможно, у вас есть какие-то вопросы, поскольку я читал лекцию с большим философским уклоном. Хотел уточнить по поводу гордыни, то есть как гордыня мешает человеку влиться в тот самый большой космос, то есть какие механизмы избавиться от гордыни? Гордыня говорит, гордыня делает человека, как это сказать правильно, бандитом. Человек начинает захватывать ресурсы вокруг себя. То есть гордыня говорит о том, что я крутой, все принадлежит мне, потому что я крутой, я имею право забрать из окружающей среды что-то еще. Я не часть вселенной, я не часть своего народа, я не житель Земли, я крутой, я собственник, я могу взять то, что я хочу. Взять хочу, потому что я крутой. Как только вы начинаете это говорить, на большом космосе видят, что этот человек хищник. Хищнику нет места в большом космосе. У хищника место в клетке. То есть к вам прилетит никто и не даст никакие знания. Вам будут давать опыт, что вы, опираясь на вашу гордыню, есть понятие гордость, есть понятие гордыни, это разные понятия. Опираясь на вашу гордыню, будете воевать с другим человеком, у которого тоже есть гордыня. И вы будете пытаться отнять ресурсы у него, он будет пытаться отнять ресурсы у вас. Пока в определенный момент вы не берете критической точки, когда вы не уничтожите друг друга, либо не разрушите, скажем, окружающий мир, биоструктуру, в которой вы живете и просто не сможете существовать. Либо на определенный критический момент, как это обычно бывает при человечестве, просто у вас тут физическая смерть, вы умираете, получаете свою карму, а на вашей территории живут ваши дети, воспитанные таким же способом, и начинают воевать между собой, пытаясь реализовать ваши же идеи. И гордыня, которая есть у родителей, она обычно передается и своим детям. То есть есть какие-то идеи, связанные с гордыней. Есть гордость, которая говорит о том, что я человек разумный, я человек достойный. И достойный человек не может делать недостойные вещи. Отнимать у ближнего, то есть грести под себя, быть жлобом. И гордость не позволяет человеку опускаться. То есть все, что он делает, гордость заставляет его находиться в разумных рамках. Либо эти рамки утоньшать, для того, чтобы эти события не происходили. Пока у человека есть гордыня, гордыня это тоже механизм. Гордыня может усиливать волю в каких-то пределах. Гордыня может позволить человеку чего-то добиваться. Но это человек быть хищником. И те, кто нас курирует, предположим, ангелы, которые нам присматривают, хранители разного рода, кармическая система, то есть божества кармического, предположим, плана, будут создавать ситуацию, что вы будете сталкиваться с такой же энергией, и вам будут показывать, что есть ваша гордыня, и к чему она ведет. То есть вам будут показывать через вашу жизнь. Скорее всего, это будет опыт жесткой борьбы. Жесткой борьбы, где вы будете какое-то время выигрывать, какое-то время проигрывать. Возможно, вы рвете какой-то ресурс, и будете какое-то время наслаждаться этим ресурсом, но вы всю жизнь будете страдать. В следующей жизни вам уменьшат ваши возможности этим заниматься. То есть вы будете иметь меньше возможностей и больше будете страдать. До той точки, пока вы это не осознаете, и своими поступками, своим мировоззрением, в первую очередь, своим отношением, своим поступком не покажете, что вы готовы жить по-другому. Гордыня всегда уничтожает человека изнутри. Но она уничтожает не только самого человека, она уничтожает его семью, поскольку вы в известной степени являетесь полевой структурой, она уничтожает на полевом уровне сообщества, в котором вы находите. Если это фирма, то вы уничтожаете свою фирму. Если это народ, то в известной степени уничтожаете свой народ. С другой стороны, конечно, представители народа будут сопротивляться этой тенденции, если они разумны, то есть они будут вашу гордыню блокировать тем или иными способами, разными проявлениями. Если вы, кажется, их сильнее, предположим, вы добьетесь того, что антипрезидентом, то вы начнете уничтожать целый народ. Такое периодически бывает. Один очень интересный случай. Я смотрел такой фильм. В Японии какой-то император из японских, это было чуть больше, может, 100 лет назад, покончил жизнь самоубийством. Чиновники призвали японцев тоже покончить жизнь самоубийством. Больше 100 тысяч японцев, по-моему, сбрыгнуло в море и умерло. Одна из форм проявления гордыни. У чиновников, да, у людей проявление рабского мировоззрения. Чего добились те, кто этим занимался. То есть они работали на демонический эгрегор, да, и они вызвали жертвоприношение, демоническое жертвоприношение. Если умер император, то это следствие того, что император совершал ошибки, да, если император сделал самоубийство, то он понял, что он что-то нарушает и не мог вопросы решить каким-то разумным способом, да. Если люди бросились сами и самоуничтожились, они показали, что они неразумные и они живут не по принципу, по свободных людей, то есть они рабы системой, то есть и они не уважают, не понимают главный замысел Бога. Главный замысел Бога говорит о том, что Бог, что каждого человека, каждый человек изначально свободен и на его волю никто не имеет права оказывать воздействие, то есть никто не имеет права за него делать выбор. То есть каждый человек изначально свободен, а замысел Бога в том, чтобы реализовав Тонкое понимание, человек преобразовался в природу более тонкую, то есть сам стал Богом. Человек, ставший Богом, решает все те проблемы, которые потенциально существуют на уровне, подположим, души. Человек, выходящий за пределы человеческого тела, решает проблемы человека. Человек, выходящий за пределы ангела, решает все те проблемы, которые у него ангел. Ангел тоже есть свои проблемы, но они в большей степени являются, как говорят, духов Ready. И они связаны с получением опыта. Выходя в высшие уровни ангела, вы получаете возможности, в частности, в получении опыта, в преобразовании сознания, в получении информации, в получении полномочий на таком уровне, что ваше развитие получает еще какой-то получок. То есть замысел Бога начинает работать уже не по ангельским законам, предположим, а по божественным законам. Хотя ангельский мир, он уже во многом черпает свои ресурсы некоторых божественных принципов. Я сейчас не буду и до конца всех объяснять эти божественные принципы, но суть их в том, что человек стремится к эволюции. А эволюция, прежде всего, это эволюция сознания. Хотя эволюция сознания, она, конечно, связана и с эволюцией тела, и с эволюцией сознания, с эволюцией ума, с эволюцией чувств, и с эволюцией всего того, что окружает человек. То есть если вы начинаете двигаться по эволюции, вы вынуждены будете все менять. Гордыня по своей природе – механизм, разрушающий человека изнутри. То есть человек с синопроявленной гордыней, это человек говорит, что он не является частью разумной вселенной, он не согласен с замыслом Бога, он не имеет родства с высшими формами сознания. То есть он не является представителем рода, а он является над этим родом, он самый крутой. Это скрытая программа уничтожения. А как избавиться от гордыни? Что нужно делать? Мне кажется, от гордыни прежде всего понять, что человек, мы, кстати, в следующих частях, я хотел бы поподробнее это открыть, что человек – это часть вселенной. То есть, да, ну этот человек – это как бы частичка мироздания, и она неотрывно связана со всем миром. Если человек понимает, что ты частичка этого мироздания, а не отдельно взятый объект, то человек начинает жить по принципам этого мироздания, в резонансе. Это большая тема, просто не хотел бы немножко перескакивать, вот, потому что у нас есть тема «Разумное будущее Земли», и я хочу, наверное, много все-таки рассказать о этой теме, немножко подготавливая как бы вас. Ну, давайте не по теме, просто если у вас какой-то есть важный вопрос. Если есть вопрос по теме, то поднимайте руку, мы будем, прежде всего, отвечать по теме. Но если никого не сорвало вопрос по теме, если все уложилось, давайте все остальные. По какой причине к организации, которая занимается, на первый взгляд, светлым делом, подсоединяется отрицательный Грегор? А может быть и… Ну, да, но вообще в мире всегда… Мир – это программа для обучения. Программа обучения, как вы думаете, почему в мире существует паразитическая система? Почему существует дьявол, почему существуют демонические силы, почему существуют паразиты? Они же не сами по себе появились, они были созданы. То есть их создала какая-то высшая система. То есть, она же, например, творец, по идее, может все уничтожить, но же не уничтожает их. То есть, раз уничтожает, они являются частью замысла. То есть, часть замысла в том, что разумные светлые силы должны развиваться. Они развиваются через борьбу, то есть, сталкиваясь с проблемами и их решая. Почему у паразитической системы нет такой кармы, как у нас? Потому что у них нет задачи заниматься эволюцией. И у них нет ответственности за нанесение ущерба. У них есть определенный договор между светлыми, скажем, и темными силами. Их они нарушают, да, там есть определенная ответственность. Но за нанесение вреда, предположим, у кого существует, являющего светлым, они прямой ответственности не несут. Потому что их задача – нас тренировать. Если появляется какая-то светлая система, эту систему нужно тренировать. Как ее тренировать? Создавать для нее сложности. И борясь с этими сложностями, мы отрабатываем себе какие-то умения, качества. То есть, сталкиваясь с ложью, мы учим ложь распознавать. Сталкиваясь с агрессией, мы учимся избавляться от агрессии, блокировать эту агрессию, либо, скажем так, уничтожать ее в зависимости от ситуации. Сталкиваясь, предположим, с нерешимой проблемой, мы ищем себе механизмы, как решать проблему, сложную проблему, не имея при этом каких-то огромных ресурсов. То есть, мы выходим на новый принципиально новый уровень решения вопроса. То есть, мы делаем скачок. Не сталкиваясь с проблемой, вы не будете развиваться. Даже взять, например, классическую медитацию, которая у нас существует в буддизме. То есть, сидит монах, он медитирует, у него идет поиск. Если в этом поиске никто его не будет пинать, то он не будет иметь защиты. И в какой-то сложной ситуации, например, начинается мороз, монах медитирует, стало холодно, все, он не может развиваться. Его тело не может бороться, оно не может сопротивляться чем-то. Такие организации, которые, например, что-то светлое хотят делать, они также должны иметь иммунитет. А иммунитет обретается в борьбе. Если этой организации не нужно арабатывать иммунитета, то есть, если она настолько сильная и совершенно, такие тоже бывают, ну, немного-то бывает, то эти силы просто не притянутся. Есть еще обратная сторона, что если вы занимаетесь развитием, и вы являетесь в каком-то обществе, вы должны показывать, что вы серьезно к этому настроены. Была такая ситуация, когда ваша Марабинда после его ухода пришли масоны, и там заняли позицию. Почему? Потому что ученики не показали, что они дорожат этим знанием. Не показали, что дорожат этим знанием, пришли масоны и захватили. У кого-то есть еще? Здесь просто я могу прочитать. Читайте. Это ваши вопросы или... Нет, нет, тут не мои. Тогда каждый сам, не надо читать. Нет, каждый сам. Если нет вопросов, нет ответа. Возьми микрофон, пожалуйста, Свет. Не надо листи кустак, если помню. Нет, я по-другому. Вот животных, которые мы приручаем, мы тем самым помогаем им эволюционировать или нет? Животное, уходя, например, из природы, теряет некую связь с духами системы, биологической системы Земли. Но она получает возможность прикоснуться к высшей форме сознания. Если человек разумный, то животное эволюционизирует. Если человек животное, то животное будет деградировать. Если... Вот была история с одной модной мадам из Франции. Микол Елена рассказывала, когда у нее была модная фиолетовая сумочка, она покрасила собаку фиолетовый цвет. То есть, попав в такой хозяйке, собака будет деградировать. Она утеряла то, что имела по природе и не получит ничего от этой хозяйки. А питомники, вот там, где случайно в результате каких-то событий работают с животными, дельфинарии там. Ну, если говорить о том, что дельфины сейчас находятся, в общем-то, на более высоком уровне разумности, чем люди, то дельфины, в общем-то... Бывает же так известный случай, ну, даже их очень много, когда, например, дельфинарий находится рядом с океаном. Да, и дельфинарий его отделяет какая-то толенькая веревочка. Дельфин запросто может уходить, он не уходит. И он запросто может ловить эту рыбу, там, в воде ему не нужен этот дельфинарий. Дельфины остаются с людьми для того, чтобы показать, что они разумны и к своей как-то разумности помочь людям. Здесь было очень интересное видео в интернете, когда касатки, а касатки тоже являются разумными существами, касатки были, ловили себе на обед, по-моему, тюлени. Но это просто хищные, они по природе хищные рыбы, они так питаются, не могут пока по-другому питаться. Да, они питались касаткой, они ловили, по-моему, пингвинах, не ошибаюсь, или каких-то подобных животных. То есть поймались, ели, поймались, ели. Последнее животное они ловят и демонстративно возвращают на берег. То есть вы понимаете, что неразумное существо этим заниматься не будет. Причем возвращают вот так, что оно остается неповрежденным. То есть не то, что он прикусил тогда крови, да, там, умирающего бросил туда. Они аккуратно его привозят на берег и оставляют. Они показывают тем самым, что они дети природы. Они берут от природы то, что им необходимо, но они не берут лишнего, что они не дикие. То есть если правильно все, то это хорошо, да? Если человек считается разумным и живет по разумным принципам, то у него есть доминирующее правило, имеющее божественный корень. Он стремится к эволюции, в большем смысле этого слова. То собака, другое животное, пришедшее к человеку, она может прожить меньше, она может питаться хуже, она может потерять на биополевом уровне. Но на уровне сознания он имеет возможность сделать скачок. Приходя к представителю более высокого уровня сознания, а человек на уровне эволюции выше любого животного, животное имеет возможность этот скачок сделать. То есть этим самым, в общем-то, животные эволюции двигаются. У меня был же знакомый в Питере, он какое-то время занимался кармическими воспоминаниями прошлых жизней. То есть что-то он у меня увидел. И он однажды видел тот факт, что одна из его знакомых в прошлой жизни была его рысью. Ну, вплоть до того, что рысь жила вместе с человеком, да? То есть и благодаря контакту с человеком была ручная рысь, да? Она смогла стать в следующей жизни вселиться в человеческое тело. То есть по определенным принципам я с ним согласился, например, она была у нас подзнаку. То есть как раз первые градусы. Я так как немножко, наверное, хихихнул, но просто этот человек, он просто так мне и такие вещи не говорил. Возьму-ка сейчас астрологию и посмотрю. А в астрологии есть на эту тему свое определенное понимание. Это действительно первый градус. Начинаю на человека смотреть. У женщины такая чистая животная природа. Когда душа приходит после животного тела в человека, она приносит с собой чистую животную природу. И в этом человеке есть какая-то вот такая животная чистота. То есть нет каких-то человеческих, эгоистических, энергетических качеств. Когда человек проживает какую-то жизнь, он накапливает в своем теле, я очень много интересного узнал о планете Елены, существ, которые в его полевом структуре живут. И они отражают какие-то черты человеческие. Когда приходит такое существование в первую жизнь, вот на нем этих существ нет. И в нем чувствуется вот эта животная природа. Но не животное, не дикая такая-то природа, а вот чистая природа. То есть высокая энергетика, по природе энергия чистая. То есть когда человек выражает природу, то есть он выражает то, что есть от природы. А в природе нет ничего неестественного. Человек, который, например, занимается биоэнергетикой, он эти вещи просто сразу чувствует. То есть это был реальный случай, когда вот благодаря тому, что рысь пришла к человеку и поражала человеком, появила возможность вот этот скачок сделать. Но это опять же имеет в виду значение, когда он получил к человеку, где отношения были такие, что то есть могла эволюция. Если, например, животное приходит к человеку, и оно, предположим, оно становится человеком едой, то там вероятность того, что будет эволюция, она очень маленькая. Из такой вот интересной ситуации я слышал, по-моему, Трехлебова. Когда славянам, например, нужно было делать книги, но это был такой момент, когда мы уже после катастрофы потеряли большое количество технологий, нам нужно делать книги. Для книги нужен кожаный переплет. Откуда взять кожу? Она же с неба не упадет, ее не вырастешь на дереве. Нужно кожа ребенка. То есть убийство животного, славянский понимал, что это плохо. Но книга нужна, и переплет нужен. То есть на биоэнергетическом уровне, на биополевом, делалась такая ситуация, что у жеребенка появлялась возможность родиться в теле человека. То есть животное убивали, забирали его кожу, там, предположим, мясо кому-то скармливали, но у жеребенка получалось на биополевом уровне возможность стать человеком. То есть это скачок для души на целый уровень. То есть для жеребенка, то есть потеря тела, конечно, это стресс. То есть ты отнимаешь у него возможность эволюции. Но он магин на биополевом уровне делает это возможным. То есть там есть определенные этические вещи. Я думаю, что это все очень непросто. Но с точки зрения эволюции для этого жеребенка, то есть стать из лошади человеком, то есть за одну жизнь, это очень сложно. Потому что многие люди, проживая десятки, десятки, может быть, сотни жизней, они, по сути, могут оставаться теми же самыми животными. Но в той разнице, что говорящими животными. А чтобы животному стать человеком, то есть в его природе должно быть очень многое, чтобы преобразоваться. То есть это не одна жизнь. Потому что, например, та душа, которая была лошадью, она, возможно, до этого лошадью была еще 10 тысяч жизней. А до этого еще 100 тысяч жизней она была растением. А до этого еще 100 тысяч жизней она была бактерией какой-то. И этот скачок от лошади к человеку, это скачок огромного количества воплощений. Появляется возможность за одну жизнь сделать этот скачок. Возможно, эта возможность не тотальная, но она очень высокая. И для лошади волхвы, предположим, которые этим занимались, эту возможность создали. То есть эта лошадь была каким-то признаком, то есть его душа, лошадь, пришла к человеку и стала служить людям по каким-то причинам. Пришла она сама, люди как-то притянули ее, эту лошадь поймали. Но фактически для лошади это эволюционный скачок. То есть она заплатила за это всего лишь одной физической оболочкой. А все овны это первый раз? Ну, не обязательно, что овны. Это первый раз, но если это первые градусы овна, то есть это либо с высокой вероятностью, что это те, кто в прошлой жизни были животными, либо это, как говорят астрологи, второкружники. Те, кто прошли обучение по зодиаку, они сдали экзамены и опять в полном. Но их внешне, их по энергетике, по интеллекту, их достаточно легко отличить. У нас в команде РЧ, я так подразвиваю, есть люди, которые второкружники. Если решитесь, добро пожаловать. Вот, но только всей семьёй. Давайте мы не будем обсуждать, давайте мы по теме. Скажите, а вот в течение жизни, в детстве, вот как вошла сущность в человека, так она на протяжении всей жизни остаётся или же... Сущность – это и есть человек. ...может меняться. Человек – это понятие очень большое. То есть у вас живёт огромное количество существ. Здесь ваша душа – это матрица. Или вы её называете сущностью, собака подтверждает. Иногда её называют душой, но это, в принципе, одно и то же. Кроме вашей души и сущности, есть ещё какое-то количество живых существ, которые на биопылевом уровне живут на вашей оболочке. То есть они могут приходить, уходить. Если вы человек творческий, приходят творческие сущности на вас живут. Если вы монстр, приходят демонические существа на вас живут. Если вы маг, приходят существа, которые вас на магическом уровне будут помогать. Если вы, ну, предположим... Я не поясню. Я, наверное, неправильно поняла. Вы как-то рассказывали о Левашове, да? что в течение какого-то времени потом в него вошла другая сущность. Да, он писал про это сам. Я эту информацию даже немножко проверял в известной степени. Но это связано с тем, что душа имеет определенную структуру. И чтобы эта структура могла жить, ей нужна оболочка. То есть если вселить, например, божество в тело человека, то же самое, что пытаться поместить город в яблоко. Понимаете, очень сложно. Физическое тело для Бога – это очень тесная оболочка. Он может жить в этой оболочке, но она для него бессмысленна. То есть ангел, например, архангел, какие-то промежуточные иерархичные состояния сознания могут вселяться в тело человека и могут жить. Более того, они придадут этому телу какие-то высшие формы, какие-то эволюции. То есть генетически это будет очень чистая структура. Тело может получить, например, эффект бессмертия, физическую красоту, очень тонкую энергетическую структуру. Такое тело может оказывать какие-то волшебные эффекты на окружающую природу, как это было, например, с Буддой. Эти ситуации могут происходить, но к каждому уровню сознания соответствует своя оболочка. То есть если пытаться поселить тело человека в собаку, человек будет страдать. То есть его душе в теле собаки будет очень не по себе, тяжело ему будет жить. То есть если сознание очень высокое, то ему нужно и тело, соответствующее его уровню сознания. То есть по энергетическим параметрам, по генетическим параметрам соответственно. Как говорил Левашов, я в принципе с ним согласен, поскольку по биоэнергетическим законам эти вещи, в общем-то, они объясняются. То есть я знаком с биоэнергетикой, занимался, занимаюсь, положим, к удалине йогой. То есть эти вещи, они укладываются в это понятие очень хорошо. То есть, как это было, когда очень высокая душа хочет поселиться, нужно подготовить тело, чтобы тело соответствовало по своим параметрам. То есть она очень хорошая генетика. То есть генетика современного человека, ее нельзя назвать очень хорошей. Сколько у нас в обществе по-настоящему красивых и здоровых людей? То есть единицы. Ну, там на 140 населения, по-прежнему, в России, да, там может быть, ну, несколько сотен, ну, несколько тысяч. А у других народов вообще единицы. Ну, может быть, все-таки чуть-чуть больше. Чтобы душе высокого уровня стало вселиться, в теле должны быть какие-то признаки энергетика этого же уровня. То есть если этих признаков нет, то душе очень тяжело жить и тяжело использовать это тело. Для того, чтобы она могла это использовать, вселяется душа соответствующего уровня, ну, развитое, начинает тело подтягивать, развивать его. Развивая до какого-то определенного уровня, вселяется другая душа, более высокая, и еще поднимает. Когда уровень биоэнергетический, генетический повышается до нужного уровня, вселяется основная душа, то есть ее оболочка уже готова. И может уже самовыражаться. То есть нет смысла вселять очень развитую душу, ну, примитивное тело. То есть самовыражаться очень сложно, ресурсы тратятся достаточно большие. То есть, ну, представьте, что вы берете на работу по подметанию улицы известного ученого, мировым именем, и он будет заниматься тем, что мести улицы. Вот, при этом то же самое. Привязательно то же самое. То есть расходы, расходы большие, то есть основную миссию выполнить сложно. То есть будучи дворником, он не сможет помочь людям, ему сложно будет развиваться самому, и ему очень сложно помочь людям, например, изменить мир к лучшему. Вот, поэтому это тело подготавливается, подготавливается для того, чтобы основная душа вселилась. Если по каким-то причинам получается так, что, наверное, божеству нужно срочно родиться, то проще заново материализовать тело. Была такая история, по-моему, не помню, как его звали, этого учителя. Он родился сразу 18-летним. Если вы поймете в интернете, вы найдете. Я думаю, что это реальный факт. То есть ему нужно было прийти, делать работу, а тело, ну просто нет его уровня. Ну нет. Пришлось материализовать тело. Но это дороже сделать на уровне энергетики, ресурсово-энергетического. Это дороже. Но нет такого тела. А работу делать надо. Ну раз он материализовался, сразу 18-летний. Люди поудивлялись, удивлялись и забыли. А что сделаешь? Тогда у меня такой вопрос. Вот скажите, если родители подготовили свою генетику, чем сам призвали, да, сущность высокого плана, ну по каким-то причинам он остался без родителей. Он сам сможет вот без воспитания появиться? Ну вот человек, если душа высокого уровня сознания, в его структуре, в генетике записана программа, да. В определенный момент, скажем так, сознание человека начинает раскрываться. То есть, например, вот ребенок маленький, да, он набирает какие-то базовые вещи, чтобы научиться общаться с окружающим миром. И обычному ребенку, предположим, ну, нужна школа, в течение 10 лет он все это набирает. Этой душе для того, чтобы брать эту информацию, ему нужен год. Ну, предположим, год. Было такое очень интересное видео, видео в интернете, просветленный Жора. Не смотрели? Классное видео. То есть, знаете, вот люди обычно судят по каким-то словам, то есть, говорят, ну вот, что он говорит, да, он ему сумасшедший. Только я услышал голос этого человека, я понял, что мальчик ничего не сочинал, он действительно и есть тот, и то, что он говорит, соответствует действительности. В энергии, в голосовых вибрациях, был вот на инкаристическом уровне, есть четкое показатель того, что это ребенок перешел барьер. В тот момент, когда у меня когда-то в жизни было было первое, второе состояние нирваны, я познакомился вот с определенной энергией, с определенной частотой. Вот эта частота, которая говорил ребенок, она даже была потоньше, чем была у меня. Когда ребенок начал говорить, я сразу понял, что вот это оно. Потому что подделать это невозможно. То есть ребенок не в состоянии подделать. То есть вот ребенку там сколько было? Семь лет. Семь лет для того, чтобы понять, получить опыт, который люди получают в течение жизни, да, вот произошло в течение этого возраста. Бывает такое, что человек уже в шесть лет, в шесть лет дети уже обладают этим ресурсом. Они, вот высокая душа, необходимый опыт для того, чтобы сформироваться уже полноценную личность, сущность, и достаточно там пяти лет. Ну, зачастую это просто связано с тем, что умертело ребенка, она для многих вещей, она как бы не готова еще. Ей нужно сформироваться, как оболочки, необходимые для совершения каких-то социально-бытовых вещей. Вот только это. Сформировалась душа, быстренько раскрывается сознание, то есть маленькое шестилетнее существо становится полноценно развитым человеком. То есть руки и ноги поменьше, физические силы меньше, но интеллектуально-духовный уровень он, соответственно, побольше, чем у любого профессора, академика. Двенадцать лет, говорят, было. Ну, двенадцать лет. Володя сказал, двенадцать лет. Ну, двенадцать, да. Двенадцать лет. То есть двенадцать лет еще у ребенка сексуальность даже не раскрылся. Ему даже не понадобилось... Кстати, его спрятали, его больше не показывают. Может, просто берегут его, не знаю, потому что как только появляются такие люди, они становятся опасны для поразить какие-то темы. Может, его просто прячут, но не знаю. Человек говорил очень интересные вещи, а когда он начал что-то рассказывать, я начал отслеживать какие-то события в своей жизни. Но я эти события получил. Мне уже за двадцать пять-то было, а у него этот опыт уже в двенадцать лет. И он не обучался никакой мистической школе, то есть он не проходил практики кундалини-йоги, он не медитировал, он просто прошел скачок, и это для него стало возможно. Вот эти источники для него открылись. А вот эти детки, которые родились и помнят свои прошлые жизни, вот они как, они, получается, опыт свой продолжают нарабатывать, или они уже прям... Ну, воспоминания прошлой жизни... Ну, они прям на фортепиано играют. Ну, воспоминания прошлой жизни просто открылся доступ к какому-то источнику твоего опыта, потому что за каждым из нас стоит там миллионы воплощений, сотни тысяч воплощений в человеческом облике. То есть там огромный опыт. Если вам этот психический опыт сейчас открыть, то есть у вас ваше неподготовленное сознание это не переживет. То есть у вас... Знаете, представьте, что вот за сегодняшний день у вас произошло сто тысяч событий. То есть у вас будет психический стресс. Если вы сейчас помните все эти жизни, то есть вы просто психически этого не выдержите. Нужно находиться в определенном состоянии сознания, чтобы этот уровень психического опыта, эмоционального, душевного для вас был допустим для использования. Дети, которые помнят из прошлой жизни, то есть у них открылся этот канал. То есть если для них это не опасно, для них это заработали, им такую возможность дают. Предположим, человек в прошлой жизни был творческим человеком и сильно стремился этот творческий потенциал кристаллизовать. Он так сильно стремился, и мы решили в следующей жизни дать такую возможность. Ну, открыли память ему. Он играет. Я видел случаи, когда полугодовалый ребенок рисует красками. То есть он еще стоять не может, разговаривать не может. Он сам берет кисточки, краски сам рисует. Он, по-моему, рисовал бамбуковый лес. Ну, в общем-то, в этом возрасте ребенок-то едва ползает, а он рисовал сам. Ну, открыли человек. В прошлой жизни занимался серьезным творчеством. Само выражался, правильно выражался. И мы решили открыть. Ну, почему нет? Ну, чтобы это произошло, это должно не вредить человеку. А вообще, конечно, каждый человек может открыть опыт своих прошлых жизней. Ну, по крайней мере, последней жизни. То есть для многих людей это будет для кого-то стресс. Для кого-то это бессмысленно, потому что ему, например, нужно что-то переосмыслить. Кто-то в прошлой жизни, например, был миллиардером. Если в этой жизни вдруг ему открыть этот прошлый опыт, в нем начнет пробиваться эго. И он опять начнет повторять ошибки в прошлой жизни. Скорее всего. То есть старый опыт, он будет давлять на психику. И он будет повторять то, что он сделал в прошлой жизни. Он начинается с чистого листа. У него нет этих ресурсов. У него появляется возможность все исправить. Вот у Лены был знакомый, который в прошлой жизни, судя по всему, был халифом. Ханом где-то там. Да, в восточных странах. Да, ханом был. Ну, в этой жизни простой инженеришка. Открыть ему сейчас этот опыт, то есть у него еще будет больше проблем. И так у него проблемы были. А если мой опыт еще открыть, то там гордыня будет зашкаливать. Поэтому его он и закрыт. Для людей, для которых это возможно, ну, человек приходит, например, какую-то практику для себя берет и вспоминает. Например, у... Извини, Григорий, он не просто инженер, он живет в... Человек совершал ошибки и живет в коммунальной квартире, в комнате. Рядом в соседней комнате живут бомжи, которые ходят в туалет в ванной, в трубу, которая в ванной, которые никогда не мылись за все там 18 лет проживания в этой комнате. Они в принципе не моются. И за стеной его комнаты с 7 утра там до 9 вечера работает лесопилка. Человек в прошлой жизни был ханом, халифом. А замашки ханские. Замашки ханские. А теперь представьте, что ему откроет этот опыт, да, что там будет дальше. Ну, для него это будет стрессом, да. Если он стресс переживет, он начнет опять эти ханские замашки пытаться реализовать, да. То есть, скорее всего, либо ему там... Либо он попадет в большие серьезные неприятности, ну, ему дали возможность прожить с нуля. Если он получит правильный опыт, возможно, в следующей жизни... Он же тоже не случайно стал халифом. Для него дали опыт, возможность управлять страной. Возможно, у человека есть какие-то способности. Но он использовал неправильно, пошел по пути гордыни, по пути эго. Ну, в следующей жизни тебе в хорошей семье родиться не дадут. И, ну, естественно, опыт будет закрыт. Возможность чистого листа прожить свою жизнь и показать, что ты готов эти вещи переосмыслить, не повторять. Ну, есть кто-то, кто может это сделать, а есть те, кто все-таки из подсознания этот опыт сознательный идет, и люди все равно пытаются глючить по этой теме. Их, опять же, учат, но у них уже нет таких поломочий, нет ресурсов, соответственно. Они учатся так уже, как говорится, вот клетка дана, хочешь самовыражаться, вот клетки самовыражаешься. Ни власти, ни ресурсов, ни возможностей. Хочешь, строите себя халифа, строй, но мы тебе ничего не дадим для этого. Вот своими руками. Мне это уже показали в моей прошлой жизни. Я с тобой поделюсь. Хорошо. Тогда вот у меня еще один вопрос. Сейчас очень модно, ну, не модно, но очень часто используют регрессивный гипноз. Вот с целью вот получить ответы на все свои вопросы, когда тебе никто не хочет на них отвечать и сам не можешь спросить. Вот приходят, спрашивают, потом, да, по-разному, по-разному, смотря, что увидят. Вот. Как вы вообще к этому относитесь? Но есть практики, которые связаны с энергетикой, связаны с раскрытием психики, которые могут открыть, например, у нас доступ к каким-то источникам. Есть практики, которые позволяют, например, раскрыть опыт прошлых жизней. Такие технические, мистические практики. с помощью дыхания мы можем раскрутить свою энергетику. Просто для человека, не работающего с энергией, то есть не вышивши на уровне, например, кундалини йоги, ему управлять энергией не получится. То есть у него нет доступа к управлению этим механизмом. То есть он, естественно, что может, на уровне сакрала выбросить сексуальную энергию. Вот он, как животное, он это может. Остальную энергию практически управлять не умеет. На уровне эмоций что-то немножко. То есть не умеет. У него есть возможность с помощью дыхания эту энергетику раскрутить. Он раскручивает эту энергетику с помощью дыхания и направляет ее в сознание. Сознание где-то приоткрывается. Но это вещь достаточно опасная, потому что неизвестно, что оттуда выйдет, неизвестно, куда ты дойдешь. Если за этим человеком следят, предположим, следит маг, следит экстрасенс, который может контролировать это сознание, следит психоаналитик, то есть или все это вместе в одном человеке и он может направить в нужном направлении, то можно считать какую-то глубокую информацию, например, касающуюся кармой, касающуюся, например, прошлого опыта и как-то ей воспользоваться. Например. Но не забывайте, что как только вы лезете в свое подсознание, оттуда выйдет не только хорошее, не только плохое и плохое, и к этому плохому нужно быть готовым. Плюс вы раскачиваете свою энергетику через дыхание, а ваше физическое тело к этому может быть не готово, а ваша психика к этому может быть не готова. Вот есть йога, она постепенно подготавливает человека к этим практикам. Практики пранаямы, кудалине йоги, медитации. В медитации вы тоже самое можете найти. Есть такие формы медитации, которые, например, направлены на поиск опыта с прошлых жизней какого-то, для раскрытия информации. Поэтому такие практики достаточно опасны. Вы пытаетесь, скажем так, сделать некий скачок и вырвать информацию из какого-то места. Если это делается посредством пранаямы, когда человек подготовлен, то все равно должен быть человек, который это контролирует. Просто на уровне пранаямы у вас есть, по крайней мере, некая стабильность в мировоззрении, физическое здоровье, и вы умеете, вы немножко уже способны включаться в энергетику. Ваше тело способно в это включиться. Если что-то произойдет, у вас есть механизмы, если это не выключить, то хотя бы плавно из этого состояния выйти. Чтобы, по крайней мере, не свихнуться. Если вы это делаете неожиданно, просто вдруг сильно начали медитировать. Представьте, что вы рыбка, которая из такого маленького прудика вырывается в океан, где миллионы хищников. Вы можете погибнуть в этом океане в следующую секунду. У вас в этом пруду есть возможность для развития в течение года 3-5-10. В этом большом океане вы погибнете быстро. То есть, то, что выйдет из вашего подсознания, то, что подсознание будет делать с вами. Когда у вас что-то происходит в мозге, у вас начинает открываться верхние чакры. То есть, тонкая энергетика. А ваше тело еще к ней не готово. Ваш канал не настолько проточный. Вы в тоненькую трубу вы, в тонкую, тонкостенную, маленькую трубу вы даете давление в тысячи бар. Эту трубу можно в любом месте разорвать. Кто контролирует ту ситуацию, чтобы трубу не разорвали? Способны ли бы лично это контролировать? Скорее всего, нет. Опыт может быть, конечно, интересным. Можно вытащить многое. Во-вторых, не забудьте, что через дыхание у вас что-то откроется, например, то есть, вы выйдете в какой-то диапазон астрального мира. Что из этого астрального мира в вас пойдет? Не через дыхание, понимаете, в гипноз вводят. Но тот, кто занимается гипнозом, должен эти вещи контролировать. Если он способен за это отвечать, то есть, пошло что-то из человека, например, гипнотиор должен процесс контролировать. То есть, с человека что-то пошло, например, если это записывается на видео, замечательно, записывается, хорошо, что-то вытащили, потом ввели в обратное состояние, но это не опасно. Гипноз тоже должен быть корректным. Гипноз – это подключение к сознанию человека. Если это делается корректно, то это ничего. А если у человека занимающийся гипнозом есть какие-то собственные проблемы, либо это человек недостаточно квалифицированный, то есть начинающий там, или у человека происходит какой-то шок, и гипнотиор не справляется. То, что вы вытащите какую-то важную информацию, может быть, если гипнотиор способен держать в балансе это, справиться с тем, что с вами произойдет, то я не вижу в этом сильно плохого. Если гипнотизера нет, человека, который вас контролирует, это очень опасно. Один раз, когда я только начинал заниматься йогой, я сразу соединял йогу с медитацией. Был такой момент, когда мое сознание понесло. В первый момент я понял, что еще немножко я могу не вернуться. То есть я только-только начинал, этих вещей не знал, но моя природа почувствовала, что еще немножко я перехожу в барьер. было интересно, было что-то новое, были интереснейшие переживания, но я понял, что еще немножко я перестану контролировать ситуацию. Я вернулся. Потом мне рассказали, один из моих знакомых рассказал, что у него был похожий опыт. Он тоже благоразумно вернулся. Вот это вопрос того, что если вы выходите из-за пределы, должен быть контроль этого. Если гипнотизер это порядочный человек, он способен все вещи контролировать, да, и последствия, то может быть это даже принесет пользу. Друзья, давайте смотреть на время. Дело в том, что во время всех наших мероприятий проводятся, так скажем, энергетические операции, и вы можете перегрузиться. То есть я чувствую, что уже лимит где-то подошел, потому что у нас такое будет каждый день два раза. И мне нужно, чтобы вы завтра пришли веселые на лекцию в 10 утра. Поэтому сколько времени прошло? Я 45 буду. Сколько у нас? Есть еще время? Есть еще время? Времени сколько угодно, главное, чтобы не перейти пределы. Чтобы никто не засыпал и не чувствовал, что у меня болит голова от происходящего. Хорошо? То есть еще до 8, да? 2 часа отработаем? Время 15 еще. Пожалуйста. Вопрос такого плана. Великие учителя в Индии, например, Махариши, Дарма Кришна, Шири Аурабинда, не помним всех, но, как правило, умирали или от рака, диабет. Интересный комментарий к этому. У меня список полный есть. Я просто озвучил так по памяти. Надо каждого человека смотреть в отдельности. Потому что, например, история с Будды была в том, что... Там 40, чем-то лет, 50, там, то есть не 80, не 90. Ну, да. Во-первых, у великих учителей есть миссия. То есть эта миссия имеет определенные пределы. То есть и она, как бы, знаете, приходит учитель, да, какой-то, да, на землю. Ему нужно выдать определенную, скажем, делать работу. Сделан эту работу за 40 лет. Через 40 лет его нужно забрать. То есть либо он уходит как-то сам, либо для этого готовится какая-то болезнь, чтобы это быстренько сделать. Такое тоже бывает. потому что это тело больше использоваться не будет. Заселить в него никого другого нельзя, его надо забрать. Заселить в это тело, скажем так, какую-то недостаточно развитую душу, потому что если какой-то великий учитель родился в физическом теле, он преобразует все это тело, генетику этого тела в тот диапазон, что это тело имеет возможности воздействовать на окружающий мир. Не только сознание человека, но и даже тело. То есть начинают работать чакры на биологическом уровне. вселить в тело кого-то еще просто так нельзя. Другое существо высокого уровня сознания просто так не придет. То есть великий учитель приходит как бы дозированно. Человека просто душу могут забирать. Если нет возможности забрать его таким способом, то его забирают через болезнь. Например, история с Буддой. У Будды были ученики, ученики, потому что это не проблема Будды, это проблема учеников. Ученики не смогли получить весь опыт. Учеников были проблемы. Будда решил снять эти проблемы с тем, что взял на себя частик проблем. Но он заболел раком. То есть он заболел раком, но видимо он хорошо видимо с них снял. Будда, по-моему, мясо ел отравленное раком, заболел. Ну да. Есть много разных историй. Я думаю, что Будда не ел мясо отравленное раком. Это, думаю, придуманная история. Насколько я знаю, что я не думаю, что его отравили, потому что Будда бы это почувствовал. Боги бы сложили вот так ситуацию, что Будда еще нужен, они сделают так ситуацию, что это отравленное мясо. Я не думаю, что Будда вообще это мясо ел. Я думаю, что скорее всего придуманная история, как вокруг каждого великого учителя те люди, та страна, в которой он живет, всегда придумал какую-нибудь красивую историю. То есть наверняка был сын царя, либо это существо пришло с неба на огненной колеснице. То есть мистификация. Берут реального человека и мистифицируют. Как в христианстве взяли Радомира, мистифицировали и на свой лад все закрутили. История с Буддой была в том, что нужно было оставить последователей каких-то. Все, что удалось найти, были какие-то люди с проблемами. А традицию продолжать надо как-то. чтобы эти люди могли работать, надо было с них по максимуму снять проблем. Он передал знания, насколько мог передать, насколько эти люди смогли взять. Чтобы эти люди дальше могли работать, с них забралась какая-то часть кармы. Будда имел это полномочие. Но он за это заплатил болезнями физического тела. Это физическое тело в принципе ему уже не было нужно. Я думаю, что просто пришло время уходить. Но он сбросил на это физическое тело болезнь. Дал возможность его последователям быть более здоровым и провести ту традицию, которую он вел. Я думаю, что практически то же самое приходит со всеми учителями. Как только они выполняют свою миссию основную, в ту степень, насколько они смогли, да их забирают. Через что их забирают? Кто-то из учителей способен. Есть такое в магии такое понятие, что маги, например, в уровне сознания могут все свое тело превратить в энергию и эту энергию забрать. Оставляют, как я слышал, ногти, по-моему, и волосы. А некоторые могут это забирать. Некоторые не могут это делать по определенным причинам. Представьте, душа пришла из центра галактики. Представьте, вот это сообщество людей нуждается в помощи. Она заслуживает какой-то небольшой помощи, но божество прислать какое-то серьезное не заслуживает. приходит кто-то из центра как говорят про Робинда, душа пришла из центра галактики такого-то очень тонкого места. Души в этом месте не умеют забирать физические тела. Они способны довести цивилизацию, которая хочет до состояния бога-человечества. Пришел Шри Робинда, начал перестраивать общество, дал им еще одну технологию. Возможность с помощью этой технологии он сам разработал, хотя ничего не бывает того, что они сами разрабатывают. Это просто знание, которое он пытается адаптировать для уже имеющиеся космические знания для определенной группы людей, исходя из их мировоззрения, из их ментальности, из их восприятия действительности. Он получил это знание, раздал людям, сделал работу, нужно уходить. Он тело забрать не может, оставить тело кому-то еще нельзя, тело должно умереть. Получается какая-нибудь болезнь, например. Человек заболевает и просто умирает. Насколько я знаю, никто из великих учителей при жизни не страдал. Да, он может умереть в каком-то возрасте 50-60 лет и умереть, но при жизни они не страдают. Что касается великих учителей, великих учителя, в принципе, ошибки не делают. Есть какие-то, например, истории с Оши, то есть Оши был великим учителем, но это учитель, который созрел во многом на земле. Я так полагаю, что ее в тюрьме посадили и еще отравили в тюрьме. Я так полагаю, что душа Оша это душа, которая вышла на следующий уровень, закончила свой опыт эволюции на земле. Она жила на земле как развитая душа, вышла на следующий уровень, то есть вышла на состояние просветления на земле, то есть его цикл преображения в высшую форму произошел не в космосе, а на земле. Он вышел на уровень, скажем так, просветленного и уже продолжал свою деятельность на земле. Оша делал ошибки определенные, то есть из-за ошибки была какая-то у него ответственность, но Оша рисковал, Оша поехал в Америку и проверил ситуацию, это риск. У Оша были некоторые ошибки, связанные с мировоззрением. Я, например, считаю ошибкой у него было в монастыре по шраме такая идея свободной любви. Это когда каждый человек мог друг с другом вступать в отношения, то есть закон телегонии не соблюдался. У Оша была в молодости проблема. Он жил в Индии, в Индии с этим делал очень строго, свою лучшую любовь Оша не получил в молодости, а сакральный опыт ему был нужен. Он был человеком умным, он понимал, что опыт нужен, а не найти. То есть он пошел к проституткам. Оша ходил к проституткам. У проституток он получил этот опыт, это помогло ему в будущем преобразовать сознание, но я думаю, что опыт у Оша была подсознательная может быть обида на женщин, что он в молодом возрасте не мог получить это таким простым способом, ему нужно куда-то идти. И он решил создать систему, где доступ к женскому телу был. Это было связано с этим. Я думаю, что за этим стоял некий негативный опыт его молодости. То есть он попытался каким-то простым способом это решить. Я думаю, что это была ошибка Оша. То есть его буду судить Боги, я не Оша не судья. Но если бы я строил Ашрам, то я бы из своих понятий убрал все свои личные вещи. Все личное я бы убрал. Есть опыт знаний, который позволяет что-то раскрыть. Но ничего лишнего, ни что есть на подсознании, ни что есть в сознании, во Шрам вкладывать нельзя. У Великого Учителя очень большая ответственность. возможностей много, но еще больше ответственности. Оша делает ошибки. Эти ошибки возможно были следствием того, что, например, он был и отравлен. То есть Оша создавал себе карму. Спрос Оши как великого Учителя на какой-то порядке больше, чем любого из вас, поскольку чем выше уровень сознания, тем больше спрос за поступки. Возможно его отравление, я этот вопрос так вот не сканировал, это отчасти еще и карма за подобные решения, за подобную организацию. У Оша была ситуация, когда, например, у него пытались украсить заработанное шрамом деньги. У Оша была ситуация, что он начал коллекционировать кадиллаки. В общем-то это тоже ну да, часы дорогие. То есть это может быть была подсознательная обида на том, что, например, в детстве он родился в бедной семье. То есть может быть что-то сошлось подсознание. С другой стороны его огромную работу. То есть то, что он сделал для людей имеет огромную ценность. То есть она несоизмерима с этими кадиллаками, с этими часами, даже с этими понятием свободного льда внутреннего монстря. Но карма есть карма и у великого учителя тоже есть карма. То есть из него тоже есть спрос. И это тоже может быть в какой-то степени повлияло на то, что одна из его учениц украла у него деньги. Деньги вернули, но ему на событийности показали, что ты кидаешься деньгами, мы эти деньги можем забрать. Забрать деньги у Оши было нельзя, потому что был монастырь, который возьмел большую работу. Но ему показали, что это можно легко забрать. Осознала ли это Оша и говорил ли это в каких-то лекциях? Я не слышал. Может быть не осознал. Но основную свою миссию его душа, его сущность, которая открыла монастырь и чему-то научила людей, она все равно выполнила. Поэтому смерть человека, учителя, какие-то его страдания, они могут быть и следствием кармы. То есть карма, которую человек совершил. Потому что будучи просветленным, Оша контролировал большое количество энергии, которые находились. И что-то накосячить. На каждого великого учителя также оказывается воздействие стороны паразитических сил. Его также сдавливают. Это что-то могло быть. Та же история с Левашовым, когда он на лекциях иногда откровенно такую пургу нес, что честно говоря, за него было стыдно. Понятно, что человек атакует по всем каналам. И при этом он еще сидит в зале, лечит людей и транслирует какие-то знания. Когда ты находишься под пересеченным огнем, делать сложно. Я Левашова за это не осуждаю в никакой мере. В его ситуации возможны какие-то ошибки. Эти ошибки несозмеримы с пользой, которую он принес людям. Великие учителя могли чем-то немного болеть. Обычно это следствие того, что ему нужно уйти, либо часть кармы, которой нужно как-то отработать. Потому что положительная карма будет взвешиваться, будет рассматриваться и, исходя из этой кармы, ему в будущем что-то еще дадут заслуги. Хотя когда человек переходит на ангельский уровень, кармы уже не существует. Все, что бы он ни делал, оно стирается, она остается бессмысленной. Ангелы уже по другим понятиям. Если он переселяется, например, рождается на более высокоразвитых планетах, карма частично остается. Частично остается, если хранитель кармы смотрит, что эта карма бессмысленна, она просто выключается. То есть ситуация с тем, что многие из видят учителей, далеко не все, некоторые из учителей чем-то болели, вот эта часть еще недоработанная карма. Насколько проще эту карму отработать на физическом теле, чем дальше потом забирать ее с собой. Многое может быть и, наверное, каждого учителя нужно отдельно рассматривать. У одного работало что-то одно, сработало, у другого что-то другое. Один из моих знакомых мне сказал, вот вы занимаете эзотерик и всякое такое, вот ваши мастера цигун. Я перечислил пять или семь мастеров цигун известных. Никто не дожил даже 90 лет. Умерли кто-то в 60-70, кто-то в 60, кто-то еще меньше. Я вам на что сказал, что у мастера учителя цигун тоже есть карма. Многие из них имели раздельного питания. Они жили за счет очищения, за счет использованной энергетики. Это тоже было кармой, потому они прожили вместе. Но они прожили до преклонного возраста на максимальной энергетике, на максимальных возможностях. Они умерли в 70 лет, но они умерли в 70 жизнь на 100%. Родственница одна дожила до 90 лет, это другая. Но уже с 70 лет человек уже не живет, а влачет существование. Жизнь почти бесполезна, в большей степени страдает. Великий челяд, великие цигунисты дожили до 70, но каждый год в 69 лет он вел жизнь на максимальных оборотах. Это была полноценная жизнь. Каждый год был наполнен смыслом. Да, цигунист прожил 70-80 лет. Но прожил так каждому. Возможно Оша на тонком плане еще прозрачка Симон атаковала. У великого учителя тоже есть своя программа обучения. Часть программы обучения это борьба с прозрачными силами. Часть борьбы он тоже предает какие-то навыки. навыки бороться с биопылевыми агрессорами например, с магическими нападениями. Скорее всего Оша тоже кто-то атаковал. Атаковую Оша можно было например что-то ввести на уровне болезни Важно Важно в том что Оша прожил долго и основную свою миссию выполнил. Это может быть следствие того что его еще атаковали. Вполне возможно 56 лет он прожил. 56 лет но отравление это серьезно я думаю что свою миссию Оша выполнил. А Лобстинг Крампа он же вошел в другом теле и уже в другом теле жил. Кто? Лобстинг Крампа. Ну я к сожалению мало про него знаю. Есть например некоторые маги которые имеют такую возможность. Он договорился с одним мужчиной хотел умереть он готовил готовил он с ним договорился с этим мужчином какой-то инженер вроде был и они договорились что он очень мягко уйдет он селится и вот он селился его душу в принципе это возможно да но надо понимать что могу потом генетику этого человека от себя переделать в этом принципе возможно если человек дошел до такого уровня развития что он может мир Оша не было времени выращивать себе волосы он свою энергию не тратил Оша была лысина признак того что у души были какие-то признаки гордыни душа была очень светлая очень развитая Оша не тратил свою энергию на то чтобы выращивать волосы он надел шапочку чтобы выглядеть гармонично не было смысла тратить энергии не было смысла тратить энергии на какие-то вещи важно было выполнить свою основную миссию он вышел на нужный уровень развития на максимальный планетарный уровень до уровня просветления дальше дальше как бы дальше у него была другой путь другие миссии ему задачи на уровне земли он свои выполнил что там будет дальше с телом не имеет значения он не тратил свою энергию на поиск технологии переселения с тела а если захотел я думаю бы нашел у него была другая задача а вот то, про кого в частности говорится у него задача была больше его тоже тренировали его тело пытались уничтожить но ему нужно было работать больше он где-то какие-то уроки не прошел тело пострадало но он договорился чтобы другое тело переселиться это вопрос технологии больше не нужно было этим заниматься не было смысла с практической точки зрения а этому человеку нужно было заниматься Это моя позиция по данному вопросу. Друзья, возьмем перерыв до завтра. То есть время 2 часа. Субтитры создавал DimaTorzok